здоровенький омега рад приветствуйте на канале омегон и сегодня у нас реакция на как пройти skyrim а шлемом мудзана погнали посмотрим так 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 медленно и ко мне что страшно очень страшно что это такое а это а а а а а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Прохождение через уникальные предметы это всегда то еще испытание. Шлем проницательности Мзунда один из тех самых уникальных предметов. Все как всегда. Мизерный урон, неудобная механика, боль, ужас и страдания. Дело в том, что талант, который дает эта маска, а именно дыхание паром, отъедает большое количество стамины. Однако даже в такой ситуации можно придумать различные стратегии. Можно попробовать пройти игру на первом уровне, предварительно собрав нужные шмотки на стамину, либо окунуться в прокачку, понять, что из себя представляет проницательность Мзунда, и играть уже от этих знаний. Так что пора в очередной раз поиздеваться над Скайримом. Вот только это уже сделали за меня. Вы все прекрасно знаете, что совсем недавно господа из Бетеста релизнули Скайрим Аниверсия Эдишн. Я долгое время мялся браться за исследование этой версии, и как оказалось, не зря. Захожу я такой в древние нордские руины, а там в сундуке валяется Велкинский камень из аллеицких руин. Что он там делает, как он туда попал из Сиродила, категорически непонятно. Или, к примеру, руда безумия, которая должна быть только на дрожащих островах. В итоге складывается впечатление, что весь Аниверсия Эдишн это на коленке склепанный. Очень удобно, очень удобненько, однако. Фанфик, лишенный какой-либо логики. И знаете что? Думаю, людям, которые все это делали, не помешало бы пройти пару курсов на образовательной платформе Скиллбокс. Прямо си... Ну да, ну да, конечно. Вот как много, как много, много скиллбокс. Э, субтитра, уйди отсюда. Каждый раз включается, зараза. Ну что, погнали, народ? Выбираем расу Регард ради таланта Ярость Боя, которая позволяет минуту восстанавливать стамину с 10-ти кратной скоростью. Убегаем от порождения Бливиона и избегаем из Талморской Тюрячки. К сожалению, Ворон ошибается с адресом при доставке, но у меня все под контролем. Просто доверьтесь мне и прыгайте в колодец. Я так каждый год гоняю в Австралию. В процессе может немного поколбасить, но течение так или иначе вынесет нас к Ривервуду. Оттуда мы сразу отправимся в Вайтран, где мы пробежимся по полям, встырив всю капусту. Но вы спросите, зачем есть капусту, когда есть картошка? А я отвечу, что все это дело пойдет на супчики. Короче, возле аномалии будь предельно внимателен. Слышишь звук детектора? В Вайтране нам нужно помочь Ярлу избавиться от всех блестящих столовых принадлежностей, ведь нам нужны денежки на путевку на Солстейн. Но не торопитесь сразу туда отправляться, сначала нужно собрать пару суперважных штук. В первую очередь нам пригодятся короткие ведра, плюс большое ведро с ручкой, которое можно свистнуть на ферме у Солитьюда. После чего заглянем в Арнгтамс. Нужно спуститься к трубку К3 и под полном забрать центурионовский моторчик. После этого, наконец, отправляемся за проницательностью Мзунда. Находится этот шлем вот тут, в руинах Фалбарза, но на самом деле это гребаная крепость сена из Дарксоуза. В первой комнате для веселья нужно нажать вот эту кнопку, чтобы открыть проход. Следующий нам, по идее, нужно ударить по механизму, но у меня есть идейка получше. Цыганский фокус с ведром придется повторить еще несколько раз, а попав в большую комнату с шестеренками, просто взлетите на самый верх. Опять же, как удобно. Тут есть три механизма, которые используют сердечники центурионов. Один уже активирован, поэтому врубаем второй, а тринув законы физики, залетаем в следующую комнату. Остается только забрать шлем и покинуть две мирские руины. Кстати говоря, все эти телодвижения были зря, так как в эту комнату можно сразу попасть, зайдя с выхода. Нужная нам башенка находится совсем рядом с заброшенным постоялым двором. Просто используйте ниндзюцу ведра, и вы пропустите все комнаты с головоломками. Если вы решили пройти Скайрим на легендарном уровне сложности с помощью проницательности Мзунда, то готовьте свои булки. Большая часть боев происходит в закрытых помещениях, и вашей первой целью станет поезд какого-нибудь угла, куда можно забиться и оттуда шмалять паром. Все это очень печально, поэтому возникает вопрос, а как, собственно, нагибать этим самым шлемом? Давайте разбираться. В первую очередь я решил проверить эффективность овощного супа, который используется в забегах с только щитом. Но прикол Дес в том, что шлемом Зунда нужно строго определенное количество стамина, чтобы выстрелить паром. Так что супчик нам поможет слабо, но все равно будет полезен благодаря ускорению регена стамины. А что насчет Багаюза, который используют все спидранеры? Начните бежать, сохранитесь, а после отпустите кнопку спринта и моментально загрузитесь. Теперь мы все время спринтуем, но стамина не тратится. А еще это позволяет сделать лунную походку, но, к сожалению, на шлем это никак не влияет. При атаке стамина все равно начнет тратиться. Так как мы не можем увеличить урон, то приоритет для нас это сбор предметов на регенерацию и увеличение стамины. Для начала стоит пройти первые сюжетные квесты. Один из них на ветреном пике, тут придется отобрать камень дракона у Драугра. После этого завалим дракона и долетим из Ревервуда до Высокого Хротгора. Умный в гору не пойдет, умный в гору полетит. Кстати, для мягкого приземления вместо крика бесплотность можно использовать казаны. Главное, успевайте выбрасывать их под себя. Что за хитрости какие-то? Блин, я никогда бы даже не подумал, что что-то подобное есть в данной игре, блин. Кому он? Какого черта? От седобородых мы выучим крик стремительный рывок, который опционально поможет в некоторых местах. Владимир Путин сделал несколько спусков по трассе горнолыжного комплекса Лаура. Высота 1435 метров. Это синяя трасса, то есть средней сложности. Обязательно активируйте камень Леди. Это ускорит регент стамины на 25%. Нам придется потрудиться, чтобы собрать необходимые предметы. Кольцо на Мире первое в списке. Отправляйтесь в Маркард и поговорите с братом Валерой. Если ты хочешь попасть в зал мертвых, то нет, тебе туда нельзя. Нам придется защитить нордские руины. В целом ничего сложного, пока вы не наткнетесь на драугр, который холодом отмораживает вам задницу, а заодно и отбирает стамину. Остается только откусить от Валеры кусочек, и мы получим кольцо на Мире, которое увеличит запас сил на 50 единиц. Добыча амулета Голдера опциональна. Дело в том, что в определенный момент любая уровневая бижутерия будет полезнее этого амулета. Он прибавит нам 30 единиц к запасу силы, и если вы хотите относительно честного забега, то придется его заиметь. А теперь вопрос, что может быть лучше зачистки подземелья? Зачистка четырех подземелий. Да, ради амулета придется попотеть. Но на самом деле нам не нужен весь амулет. Нам нужна только та часть, которая находится в зале Германда. Лайфхак дня, драугров можно убивать сквозь решетчатые двери. В конце придется разобраться с Сигдисом, и у него мы заберем ту часть, которая увеличивает запас сил. Следующая наша цель это барабан. Возвращаемся на Солстем и топаем в Бенконгерик. В конце нас ждет черная книга, которая перенесет нас в обливиум Хермеоса Море. Чтобы добраться до награды, придется убить двух луркеров. Проблема в том, что они яростно регенерируют, и завалить их паром попросту невозможно. Поэтому взлетаем на самый верх, и немного попаркурив, добираемся до книги. Выбирайте талант Знания Барда, благодаря которому можно призвать барабан, который летает рядом и ускоряет регенерацию стамины. И еще один полезный предмет находится в локации Лесной Апор. Чтобы не проходить все под земель, я можно просто взлететь рядом с водопадом и забрать сапоги хищника. Эти сапоги ускоряют регенерацию запаса сил на целый один... Это читерство, это явно читерство. Пока все, пора перейти к вопросу прокачки. В первую очередь нас интересует навык легкой брони, а именно перк Крылья Ветра. Он позволяет на 50% быстрее восстанавливать запас сил, если надет полный сет легкой брони. Но как же мы активируем этот перк, если шлем Зунта это тяжелая броня? Пора перейти к грязным трюкам. Сначала я научу вас, как грабить самого полезного торговца в игре. Поднимитесь на второй этаж сияющих одежд и просочитесь сквозь стенку. Внизу придется в прыжке успеть дотянуться до сундука торговца. Выгребайте оттуда все полезное, но главное заберите кольца и амулеты на регенерацию стамины. Либо, если вы достаточно богатые, то просто скупите все это. Теперь залетаем в тюрячку рифтона, складываем свои шмотки, после чего агрим стражника и выбираемся из камеры. Здесь можно заняться прокачкой карманных краж, перекладывая злотишко туда-сюда. Подняв навык до сотки, мы отправимся к грелке, в нашлежке Хельги, и начнем учиться у нее ношению легкой брони. После этого можно сгонять в Хорилхост за маской Рогота, которая даст дополнительные 70 единиц стамины. В бою часто бывает так, что тебя выебали, и ты почти сразу же оказался выебан повторно, как результат потери пульса. Теперь нам нужно еще раз посидеть в тюрячке, но на этот раз уже в Вайтране. В казармах стражей заранее сложите вещи, которые хотите надеть на персонажа, после чего попросите посадить вас в камеру. Сбегаем оттуда, забираем свои шмотки, но не надеваем их, а надеваем те, которые заранее спрятали в бочке. Позволяем себя поймать, отбываем срок, и на выходе получаем кучу надетой одежды и аксессуаров. Как итог, игра думает, что на нас надеться от легкой брони, несмотря на то, что на нас еще и маска Рогота с проницательностью Мзунда. Из-за этого прикола одежда может рандомно меняться при загрузке, что позволит нам шмулять паром, даже если на нас надета маска драконьего жреца. Остается только добить навык легкой брони до 60 и врубить перк на ускорении регенерации запаса. Ладно, 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 ладно. Искусство бесконтактного боя считается наивысшей ступенью развития в некоторых направлениях боевых искусств. Однако мастер бесконтактного боя Александр Лавров считает, бесконтакт — это неправильное понятие. Контакт есть всегда, но он не всегда видимый. Здесь используются другие техники. Это работа с биополем с невидимым тонким телом человека. На данном этапе мастерства нашего бесконтактного боя игру возможно пройти. Алдуин на легендарном уровне сложности, к примеру, убивается за час и 13 минут. К сожалению, вот это все совсем не похоже на нагиб. Ведь мы занимались только регеном и увеличением стамины. Это позволит нам чаще дышать паром, но какой в этом смысл, если урон все такой же пососный? Отправляемся в специальную комнату, чтобы у вас возникло чувство дежавю. Итак, если один шлем Мзунда наносит 15 единиц урона в секунду, то возникает вопрос. А что будет, если надеть 40 шлемов Мзунда? В смысле? А? Не, ну это... Только дело в том, что шлем Мзунда нельзя дюпнуть. Это уникальный предмет, как маска-канарик. Но если канарик дюпнулся методом сохранения и двойной загрузки, то шлем Мзунда напрочь отказался размножаться. Ни один способ с напарником не сработал. Я даже вспомнил про древний метод дюпа через манекены, но, как оказалось, он уже был пофикшен. Было проверено все, что можно проверить. Разные напарники, разные локации, города. Ничего не сработало. Поэтому всю игру нам придется пройти, нанося мизерный урон катастрофически жирным противникам. Но неужели у нас нет никакой надежды и возможности преодолеть ограничения? Не может такого быть! Мы имя Эрен Йегер. Мы имя Эрен Йегер. Мы имя Эрен Йегер. Мы имя Эрен Йегер. Мы имя, что мы, чтобы мы выбрать пала-ди-то, чтобы мы собрать человека. Но что мы хотим... Пала-ди-то, чтобы мы не прожили... Мы хотим это. Мы не хотим этого. Проводя свои изыскания, я узнал, что дыхание паром — это заклинание школы разрушения, которое тратит не ману, а стамину. Сначала я двинулся в неверном направлении, полная прокачка разрушения до сотни через учителей никак не повлияла на урон, зато повлияли зелья, которые временно увеличивают урон заклинаний школы разрушения. Конечно же вы можете обойтись и без богаюза, прокаченные навыки зачарования и алхимии все равно позволят создать вам зелье с хорошим бустом к урону. Но все это уже не важно, осталось только показать всем нашим противникам нагиб через маску Мзунда. Либо она уйдет, либо я. «Вообще не паримся, да?» «Вот сила, которую я предлагаю» «Дичь, какая же это дичь» «Хороша масочка» «Хороша» 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 «Хороша масочка» «Хороша» 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 «А, все, да?» «В принципе, что там еще показывает, да тут?» «Хороша масочка» «В принципе, что нам тут еще показывает, да?» «Мы и так все увидали, все, что надо нам» «Какого черта?» «Ну, в принципе, блин, после вот такого хочется прям реально вот залететь в Скайрим и поиграться». «Я когда играл в Скайрим и о таком даже и подумать не мог на самом деле, о таких вещах даже и думать не мог, просто мирно себе проходил игру, как и положено, все по лору, чему-то удивлялся, что-то новое для себя приобретал и находил, и такой «Вау, круто!» «Ну, а сейчас я офигею, мягко говоря, я реально, серьезно, я офигею». Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, кто не подписан, и увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!